16 августа 2024 год. Вчера с Петербурга, по-моему, а нет, с Люберцев, спрашивал меня, вы после Курска придёте ещё и в Москву? Я говорю, в общем-то, да, почему нет? Он говорит, как оккупанты, как освободители. Я говорю, ну, в принципе, в 41-м году, то есть когда в 45-м году советская армия заходила в Берлин, они же заходили как освободители, правда же, не как оккупанты. Я ещё, по-моему, в июле 14-го, в 23-го году написал, из двух армий оккупационная та, которая первый день вторжения встретила не на своей территории. Понятно, очень, по-моему, хорошее определение, то есть не мышь, да, там, в феврале 14-го года вторглись в Россию, захватывая территорию, объявляя своими её, а россияне. Так что, а так дойдём, он спрашивает, когда, я говорю, ну, ребят, это уже точно зависит от Ленд-Лиза, ровно так же, как во время Второй мировой войны. Да. Поздравляю с открытием комендатуры украинской военной в Курской области, это, конечно, весьма примечательно, от Киева. За три дня мы дошли через два с лишним года до открытия комендатуры. Москалёв, да, по-моему, сейчас комендантом, очень, по-моему, троллят хорошо наши ребята, россиян. Ну и, в принципе, пишут там, 18-летних будут в Украине призывать. Ребят, вы сейчас уже срочников призываете, а у нас, ну, я самый младший, кого я видел, это 22 года. То есть это уже контрактники, которые там после срочки заключили. Да. Так что нет, если вы там говорите, что мы только собираемся кого-то призывать 18-летних, то в России уже 18-летние погибают, воюют, попадают в плен, да, все в курсе. Там 103-102 человека, по-моему, еще раз сдались в плен, рота, да, там под Курском. Ну, да, просто узнаем, что их тоже не пытают в украинском плену, никто там не казнит, не избивает. Поэтому почему не сдаться? Правильное решение россияне, сдавайтесь. Потом либо по обмену пойдете, либо дождитесь конца войны живыми, останетесь. Так что, ребятки, большое дело, конечно, сделали наши, ну, не знаю, руководители, командующие, кто решил, кто решился на такую. Вообще, я никогда не думал, что мы пересечем границу, конечно, с Российской Федерацией канонической. Но, конечно, этим красные все эти линии были перечеркнуты раз и навсегда. Понятно, что уже никаких красных линии нет, никаких ядерных вооружений. Путин что-то ныкается, мнется, блин, молчит, делает вид, что ничего не происходит. Ведет себя как полный. Как Путин? Моль. Моль, повелитель мух. Читали повелитель мух? Я на английском читал. Довольно-таки мрачная книга. Вот. Россия – это моль, повелитель мух. Путин, повелитель мух. Что меня больше всего поражает, что нет никакого сопротивления. Сопротивление было в Харькове, сопротивление было в Киеве, российскому вторжению в Херсоне, в Энергодаре. Везде колонны встречали российских оккупантов. Безоружные люди пытались их остановить. Где-то с оружием, где-то там коктейля молота в России. Тишина, спокойствие. Никаких тебе партизанов, никаких тебе колонн. Никто не пытается остановить колонны. Продолжение следует...